Отдельный вопрос, важный как для экспортеров, так и для импортеров, это развитие трансграничной платёжной инфраструктуры. Не секрет, конечно, что надёжность, доверие к западным платёжным системам основательно подорвана, причём самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых «токсичных валютах» недружественных государств сократилась вдвое. При этом растёт доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за российский экспорт выросла почти в три раза, до 39%. В три раза. Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах. Повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениями и внешнему санкционному вмешательству.